Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня в меню чудовищно сладкое блюдо. Если вы когда-то читали книги Макса Фрая, то вам наверняка запомнилось описание кухни Куманского халифата. Как известно, жители этого государства едят с детства столько меда, что их тела насквозь пропитываются его запахом. А самое популярное блюдо этой кухни настолько сладкое, что человеческие рецепторы напрочь отказываются передавать его вкус. Когда-то давно, уже настолько давно, что уже, пожалуй, неправда. Мне довелось в отпуске зайти на яхте, у меня есть корочки яхтенного капитана, зайти на яхте на Итаку. И вот там, в малюсенькой кафешке на берегу, я попробовал десертик, после чего всерьез заподозревал в поваре подданного Куманского халифата. Меду, признаться честно, я во вкусе, конечно, не различил, но сладко было настолько, что язык обжигало, представляете? Я не говорил на халифатском, повар прикидывался, что не понимает моего английского. А может и не прикидывался, я, например, свой английский точно совершенно не разбираю. Короче, сегодняшний рецепт скорее только похож очень приблизительно на то блюдо. И он уж совершенно точно не такой сладкий, каким был на Итаке. Хотя у него подготовленная едока, все наверняка таки слипнется. Поэтому я настоятельно рекомендую употреблять это блюдо с черными как ночь, крепчайшим несладким кофе. Впрочем, хватит болтать, давайте уже начнем. Вот в этой тарелочке у меня курага, вяленая кислая вишня, чернослив, финики, орехи, фундук грецкий и сушеный инжир. Кроме того, понадобится мука, сахар желательно коричневый, такой, чтобы вкус патоки прям был. Если у вас коричневый сахар по вкусу точно такой же, как рафина, то можете не заморачиваться, используйте обычный белый. Кроме того, понадобится немного разрыхлителя. Внимание! Разрыхлителя, не соды. В разрыхлителе, кроме соды, присутствуют еще крахмал и лимонная кислота. А вот соду вам понадобится тоже совсем немного. Используйте в том случае, если вместо сахара вы положите туда мед. Еще понадобится куриные яйца для смазывания формы, немного сливочного масла. А для сиропа, не сиропа, скорее всего, а для пропитки, лаймы и сахар. Опять же, коричневый. Сначала надо смешать сухую муку с разрыхлителем. Тщательно, старательно, именно сухую. А вот теперь на водяной бане приготовим основу, как для бисквита. Начинаю взбивать яйца и понемногу добавляю сахар. Взбивать надо до плотной густой пены. Не перегрейте яйца, сварятся, свернутся и все на смарку. Как только пена стала густой, снимайте чашу с водяной бани и продолжайте взбивать, чтобы смесь немного остыла. Если сразу прекратите взбивать, то та часть смеси, которая соприкасается со стенками вашей посудины, обязательно свернется. Так что делается это все для более равномерного остывания. Да, совершенно не обязательно все это делать именно электрическим венчиком. Все прекрасно взбивается и ручным. Только, конечно, немножко подольше времени займет. Но уже все слегка подостыло, можно добавлять муку. Чтобы не получилось комков, надо ее предварительно просеять и добавлять понемногу. Ну, добавили, пожужжали, добавили, опять пожужжали. То есть технология стандартна для приготовления бисквита. Только здесь, кроме стандартных бисквитных продуктов, еще и разрыхлитель присутствует. Потому что сахара реально очень много. Так еще и сухофрукты потом в это тесто своего сахара добавят. А если уж вы еще и мед будете использовать, тогда не только разрыхлитель. Еще и соду нужно будет использовать. И вот в результате тесто у меня получилось. Очень, очень липкое. И все это надо смешать старательно, чтобы равномерно все распределилось. До однородности, так сказать. Да, я не предупредил. Духовку нужно заранее разогреть до 170-180 градусов. Так, теперь надо хорошенько смазать форму сливочным маслом. Обратите внимание, она у меня с антибригарным покрытием. И я все равно ее маслом еще смазываю. Потому что очень сладкая выпечка. Даже и не знаю, что вам посоветовать, если у вас такое нет. Ну, силиконовый выпекайте, например. И вот теперь выкладываю сюда все тесто. Старательно. Вот так. И надо попытаться хотя бы немного разровнять сверху. И отправлю в духовку. В моем случае примерно на 40 минут. Располагаю в середине по высоте. Нагрев верхний и нижний. Что касается времени выпекания. Даже и не думайте ориентироваться на часы. Условия у всех разные. То, что вы на своей духовке выставили там 170 или 180, совершенно не значит, что оно так и есть. Духовки подбирают. И моя в том числе. Кроме того, у меня форма, как вы видели, тонкостенная. Поэтому печется быстро. Если вы будете использовать, например, силиконовую, время увеличится. Если у вас форма плоская, широкая, соответственно, слой теста небольшой, то у вас быстрее приготовится, чем у меня. Если у вас форма маленькая по площади, и кекс получится такой высокий, как Пасха, то времени у него больше, чем у меня. Поэтому смотрите на внешний вид. Должен быть хороший, красивый цвет, коричневый. Периодически прокалывайте зубочисткой. Когда будет готова, зубочистка будет выходить из вашего кекса сухая. То есть, на нее не будет налипать тесто. Я пока сироп приготовлю для пропитки. Сначала надо цедру слаймов снять. Она понадобится. Можно на терке, можно овощным ножом тонкий слой срезать, а затем измельчить в труху. Как вам удобнее. А теперь в кастрюльке надо скипятить воды. Примерно 100 миллилитров, не больше. И сахар можно сразу добавить. Опять же, лучше коричневый, ароматный. Но если у вас ароматного нет, используйте рафинад или мед. Если не боитесь, что слипнется. Так, лайм надо располовинить. Сами знаете, каким ножом. Я вообще-то имел в виду острый. А вы что подумали? Сахар растворился. Надо выдавить сюда сок лайма. До капли. Вот так. Отлично. И огонь уже можно убавить до малого. Но пока не включать. И еще одна маленькая деталь. Предпоследняя. Надо раздавить парочку коробочек кардамона. Если у вас есть молотый, то используйте его. Но не переборщите. Понадобится не больше малюсенькой щекотки. Уж очень такая ароматная штука получается. Отправлю его в горячий сироп. И сразу выключаю нагрев. И перемешать. Отлично. И вот только теперь добавляю цедру. И тоже перемешиваю. Она у меня натерта на очень мелкой терке. Если раньше ее добавить, то львиную долю аромата эта пропитка потеряет. Если у вас нарезана более крупно, либо ножом ее стругали, то можно чуть-чуть пораньше положить. Минутку прогреть буквально. После чего выключать нагрев. Сейчас самое время попробовать. И при необходимости выправить на вкус. Или сахара добавить. Или лайма. Если он недостаточно такой ярко-кислый. Сироп должен быть очень-очень яркий такой вкус. Кисло-сладкий. При этом должен быть жидким. Это же в первую очередь пропитка. И только во вторую сироп. Подожду окончание выпекания. А вам пока для памяти список ингредиентов для сиропа. И вот такой вид он имеет после 40 минут выпекания. Теперь надо его остудить. Желательно делать на решетке. У меня ее, к сожалению, нет. Основная задача, чтобы при остывании он потерял как можно больше влаги. Не спешите его есть. Он еще совсем не готов. Все эти сухофрукты не отдали и десятой части аромата своих вкусов в тесто. Так что подождем. Прошел час. Он остыл. Надо его старательно проколоть на многих местах зубочисткой. Чтобы лучше пропитывался. А теперь пропитка. Пролить надо постараться равномерно. Вот так. Красота. И завершающий штрих. Немного крупно резаных грецких орехов. Совсем чуть-чуть. А теперь самый сложный этап. Надо дождаться, когда он равномерно пропитается и станет однородно влажным от этой пропитки. И все вкусы в нем перемешались. Произойдет это, к сожалению, только через сутки. По-хорошему, надо его либо в пищевую пленку завернуть, либо в бумагу для выпечки и отправить в холодильник на 24 часа. Я, конечно, только не вытерплю. Но часок еще потерплю. Подождем. Пробовать страшно, честное слово. Глоточек этого горячего, черного, как ночь. Ах, очень ароматного кофе. Абсолютно не сладкого. Так, и кусочек этого кекса. Кстати, неплохо пропитался, на удивление. Аромат лайма. Цедра лайма в первую очередь здесь идет. Ах, и такой легкий-легкий запах кардамона. Это сладко, но не чрезмерно сладко. Я не распробовал, извините. Еще глоточек для свежения. Убрюшков. И вот это вот. С орешками. Это очень, очень такой куманский десерт. Он сладкий. Он с такой легкой, тонкой кислинкой. Можно побольше немножко добавить сока лайма. Можно даже потом его добавить, если вам покажется недостаточно. С очень тонким, легким ароматом. И кардамонного можно больше навалить. Но тогда это будет прям обжигать рот. Вообще очень сбалансировано на мой вкус получается. Вот это огромное количество разных сухофруктов. Орешки, которые становятся мягкими внутри этого кекса. И вообще классно. Так что приобщайтесь к кухне куманского халифата. Берите рецепт на вооружение. Спасибо за компанию. И всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok